итак как вы видите версии игры 141 но а сегодня мы будем проходить миссию дамба с вами роджин и вы на канале акс space готовьтесь к прохождению самой непроходимой миссии теперь я вам подтвержу что это действительно карта дамба что я ничегошеньки на ней не менял начнем с вот этого вот сценарий editor тут вы видите что у нас происходит win and lose нормальный то есть вот именно так я и буду проходить все нормально по стартовой дате все нормально по стартовым как вы видите ресурсам все нормально по продаже ну тут все активировано ничего интересного нет и то же самое по строительству мы не имеем права там в основном но нам не нужны щиты то есть и на них стоило обратить внимание все остальное мы можем строить как в принципе то есть там катапульта еще поможет не можем вроде как требюши не можем вроде как строить давайте еще обратим внимание на замок мало ли я тут наколдовал какие-то там войска и тому подобное стандартный замок как вы понимаете ничего такого вообще нет никаких крестьян лишних ничего лишнего не колдовал вот он указатель здесь нет у меня никаких рвов с нефтью ничегошеньки не ставил не доставлял миссия такая же как у вас клиентах струнхолда идентичнейшая миссия поэтому поехали на авере харде миссию которая у нас импасабл рейтинг difficulty rating by firefly короче при удалении последнего условия удаление последнего условия может сделать эту карту немножечко проще но я бы не создал ее если бы не вы люди играющие в стронхолд поэтому четыре атаки один замок вы готовы и мы готовы действительно поехали выводим всех воинов абсолютно из замка и теперь нам нужно разнимать работяг первым делом нам нужно сделать бесконечные деньги для того чтобы потом обеспечить тебе вообще без бедное будущее то есть нам будет плевать абсолютно просто обеспечим себе без бедное будущее все 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 удаляем oasis нам вообще не нужен и забиваем на оазиса вас бесконечные деньги будем закупаться все здания внутри замка удаляем в В особенности не забываем про мельницу, потому что про мельницу я очень много раз забывал. Это нормальная тема, видимо. Уничтожаем все колодцы, часовинки, но не уничтожаем хижины, амбары, оружейки и рынок. Ближним рудником будем пользоваться. Да, по таймингам, конечно, выйдет примерно на тысячу золота меньше, но ничего не поделать, придется пока так играть. Удаляем здесь лесопилку и заграживаемся здесь стенами. Два слоя. Ищем второй слой, потому что здесь деревья. Отлично, нашли. Но теперь у нас еще есть другой проходик. Вот этот вот, через небольшое такое ущелье. Тоже его заграживаем двумя слоями стен. Обязательно два слоя, там просто прикол будет с этими двумя слоями. Все. Теперь у нас войска соперника заперты. Что нам нужно сделать? Первое это Iron Mine взять и нанять еще раз туда работяг, чтобы еще раз они пришли. Это бесконечные рабочие. Теперь нанимаем, ой, нанимаем, закупаем полностью нефть и зафигачиваем себе дорожку из нефти. Зачем? Затем, чтобы войска к нам шли по длинной дороге из нефти. То есть у нас будет единственный проход к замку, это вот этот вот. Затем нужно не забыть, прям, когда мы сделаем... Тут очень много просто действий. Изначально нужно сделать и войска расставить и тому подобное. Здесь я сделаю барбаканчик, вот здесь вот поставлю. Так, здесь нужно чуть-чуть допереть нефть. Здесь чуть-чуть допереть нефть. Деревья все сгорят нахрен, поэтому особо сильно. Но мы тут надо чуть-чуть поудалять. Не будем тут прям жестко разваливаться, как вы понимаете. Потому что мы с вами проходим эту миссию. Здесь я сделал небольшую дырочку. Надеюсь, что не хватит этой дырочки на то, чтобы подпалить тервы. Потому как я хочу использовать тервы трижды. Это очень удобно. Здесь давайте сделаю стену. Да, конечно, это барбакан. На него стену делать не надо, но я на всякий случай. Потому что со стеной войска сразу смогут на этот барбакан забираться. Хотя они, возможно, смогут и без него. Но я на всякий случай просто это сделаю, потому что знаю, как это работает. А мне прямо сейчас нужно уже расставлять войска. Потому что уже там скоро будет крысик атаковать. Или уже атаковать. Итак, убираем, значит, все осадные орудия, которые у нас только есть. Разнимаем их обязательно, потому что с них выходит по два инженера. Это очень-очень много крестьян, которые нам в конце концов еще понадобятся. Чем больше нас крестьян будет под конец, тем нам легче будет пройти эту миссию. Не продаем нефть, но продаем железо. Железо нам нафиг не надо. Продаем абсолютно вообще все, что у нас есть. Зерно, эль, хмель. Это все нам нафиг вообще не всралось. И параллельно мы продолжаем делать работяг на руднике. Кстати говоря, вот эти вот инженеры, которые уйдут, они сейчас нам будут еще... Так, давайте сначала с оружейкой разберемся. Копья уберем. Оставим только лучников и арбалетчиков. То есть, соответственно, кожаные броники, арбалеты и луки. Все, все остальное сбываем вообще напрочь. Загораживаем себе склады, запираем их так, чтобы к ним никто не мог пробраться. Ну вот это и называется баг с бесконечными деньгами. То есть, если... Ну, на руднике их можно делать. Если вы... Там подсказочка сверху высветится. Вспомните ролик. Там есть этот баг. И я четко его описываю, как его исполнять и зачем его исполнять. Здесь он просто исполняется. Я не буду здесь 300 раз распинаться. Что там да как там. Все инженеры будут направлены на рудник. То есть, я их буду, скорее всего, разнимать. Перенанимать я также буду какую-то пешую армию. То есть, в конце... Ну, нужно не забывать, естественно, этот рудник. Потому что на него войска нанимаются. Я пока ударяю замок. Так, параллельно у меня сразу бесконечные деньги уже постепенно идут наниматься. Чем больше мы туда работяг пошлем, тем больше у нас денег будет. Но в том-то и прикол, что много работяг. Там не надо. Даже два арбалета могут очень сильно решить. Потом зарешать в конце. Ну, я больше скажу, что там, скорее всего, даже инженеры с маслом больше зарешают в конце. Но буду ли я их делать или нет, это уже вопрос. Причем вопрос очень интересный. Крысик готов напасть, но вроде как он еще не нападает. Поэтому мы сейчас еще успеваем разместиться здесь. Давайте разместимся сильными войсками. У нас есть... Так, пехота нам не нужна. Кто у нас еще? О, мечники. Есть пикинеры. Пикинеры нам тоже, в принципе, не нужны. Давайте-то пикинеров всех вернем к костру. Мы будем пикинеров разнимать. Всех пехотинцев будем разнимать. Вернем тоже их к костру. Всех инженеров мы будем разнимать. Вернем к костру. Это перенайм армии будет у меня пешей. То есть у меня будет лучниково-арбалетчиковая армия. Ну, если быть точным, арбалетная армия, конечно же, не без этого. 11 крестьян у меня дополнительно. Что-то арбалеты никуда не хотят идти. Тоже стены пока не удаляем, потому что вы видите, куда арбалеты идут. Хочется, чтобы они нормально пошли. Поставим рыцарей для того, чтобы пешие войска, которые к нам проникнут, убивались рыцарями. Ну и там подойдут потом мечники. Мечников тоже туда поставим. И удаляем замок, который только вообще реально удалить. Теперь. Мастерская стрельника. Зачем? Запертые оружейки плюс запертые склады дают нам очень быстрое производство арбалетов. А нам это надо. Чуть-чуть их поставим. Много не будем, потому как... Ну, сильно много нам не надо. Просто, чтобы, ну, чуть-чуть денег сэкономить. Мало ли. Ну, это нам понадобится. Потому что, мало ли, у меня даже бесконечных денег не хватит, в принципе, на то, чтобы более-менее развиться. Так как бесконечные деньги, это, конечно, круто. Но все-таки... Извините меня, эта миссия мафии, она длится не так уж и долго. Поэтому тут нужно прям конкретно, четко все поставить. Честно скажу, реализация этого способа была очень тяжелой. Я сам в шоке, как так получилось. Но получилось, в конце концов, вроде бы или не получилось, мы сейчас узнаем. Потому что я почти смог. А теперь я просто теоретически дорабатываю. Открываю замок. Кстати, забыл открыть замок. Вот теперь у меня замок открыт. Войска крысика уже должны были пойти, естественно, на меня. Здесь у нас пикинеры. Пикинеров пока не трогаем. Теоретически возможно пройти. Все будет окей. То есть теоретически я прошел ее. Сейчас практически. Вот как практически, так и практически. Сразу предупреждаю все вопросы. Там при фаером прям. Как долго проходил? Да хрена времени потратил. Да хрена. Я пока додумался до всего. Я честно вам скажу, пока проходил в лоб, я нифига не понимал. Даже со всеми багами игры я нифига не понимал, что вообще и как. И вот я додумался до новой стратегии. Теперь надеюсь, что все получится. Так, работяги на рудниках все, нам больше не нужны. Соответственно, это максимум. Теперь у нас больше ничего и не будет. Расстреливаем катапульты, потому что нам не нужна смерть нашего барбакана. Соответственно, нам придется очень сильно так и раскидать катапульты. Этими инженерами, арбалетами. Ну и все. Теперь молимся, чтобы у нас все было нормально. Мечники идут сюда, естественно. Там под рыцарями воевать. Здесь у нас работяги будут нанимать себе арбалеты. Это мы убираем. Оно нам не надо. Мы это поставим где-нибудь здесь, для того, чтобы у нас просто быстрее армия шла. Чтобы она сразу уже шла туда, так как флажки ставить в стронхолде не надо. Чуть-чуть продадим камень. У нас уже получается нормально так по золоту. В принципе. Можем даже этих лучников еще сюда подослать. Почему бы и нет. Это все. Это максимум лучников. Лучники у нас будут подпаливать рвы. В принципе. То есть нам больше, по факту, ничего и не надо. Так. Давайте посмотрим. Нам, наверное, нужно поставить здесь эти штучки. Да. А теперь подпалить. Так. Арбалет снова выделил. Луки. Подпаливаем. Первая армия, по идее, должна хорошо подгореть. И... Нет, 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 не распространяйся. Нет. Ну какого же хрена ты распространился? Ладно. Минус вторая. Нефть. Ну блин. Ну то, ну блин. Здесь кто-то разместился. И из-за этого у меня... Ну она тут чуть-чуть поделилась. Так что давайте мы ее поделим теперь вот таким вот образом. То есть у меня теперь будет вроде как четыре дороги. Но я две подпалил. Потому что гений стронхолда. Ничего не поделать. Ну ладно. Там войска быстро сгорят. В принципе мы от первого крысика легко избавляемся. От второго крысика мы будем избавляться так же в принципе легко. Арбалеты производятся максимально быстро. Инженеров нам больше гильдия не нужна. Потому что она бесполезна тоже максимально. Казарма у нас стоит. В принципе все стены теперь готовы. Я просто доудаляю. Все войска спущены. Все стены можно доудалять. Не буду я играть наверное в лимиты. Попробуем без лимитов. Посмотрим что можно сделать. Может быть как-нибудь потом. Ну это с багами прохождение. Сразу вам говорю это реально с багами. Если будет без багов. Я постараюсь эту миссию оформить без багов. Потому что стратегии в принципе тоже есть неплохие. То скорее всего буду пробовать через лимиты. Ну это очень больно. Ну хорошо. Главное хоть катапульту одну убили. Катапульту вторую. Сейчас должны арбалеты доснять. И в принципе тут как бы да. Такая огромная армия. Этот трындец она будет нас гнобить очень сильно. По идее там вторая армия крысика уже скоро должна прийти. Это тоже будет огромной проблемой для нас. Так арбалеты что. Арбалеты не гу-гу. Значит надо открыть барбакан и поставить эти арбалеты. Мне как бы пофигу. Здесь они до моего барбакана сто лет не дойдут. Так что лучше уж я наверное буду все-таки вполне наниматься себе. Кстати арбалеты очень быстро приходят к нам достаточно. Вот они пришли пехотинцы. Вот для этого нам нужны были рыцари. Кстати рыцари расстреливают что. Охренеть они рыцари раз... Вот мразы. Так ладно лучниками давайте уничтожим здесь катапульку. А рыцарями наверное попробуем вот здесь вот пехоту встретить. Нам не нужно чтобы у нас были жертвы какие-то по крестьянам. То есть если сейчас катапульта уничтожает рудник. Миссию начинайте заново. Потому что у вас бесконечных денег не будет. Вам нужны бесконечные деньги. Вы без них ничегошеньки не сделаете. У вас просто тупо не хватит ни ресурсных мощностей, ни армии, ни хрена. Ну как писал мафио. В этой миссии честно все. Ему типа было бы плевать как ее прошли. Она как бы кажется невозможной. Но сейчас сделаем. Сейчас все сделаем. У меня все идеи есть. Все наработки есть. Только нужно теперь грамотно все зафигачить. Блин очень сильно стены нам разваливают. Нужно будет сразу после этой атаки постараться стены починить. Возможно ли это я хрен его знает. Но придется расстреливать все катапульты. То есть мне придется сейчас катапульты действительно фокусить. Дико фокусить. Хорошо уничтожили всех пехотинцев. Отличненько. То есть теперь у нас просто подходят копейщики. На копейщиков мы пока ничего не тратим. А здесь я хочу подпалить. Но давайте чуть-чуть попозже. И чтобы оно сгорело именно с конца. А не сначала. То есть на это будут пикинеры идти. А потом. Блин ну как-то не хочется на самом деле прямо сейчас палить. Потому что ну как-то их очень мало этих юнитов. Хочется как-то по-другому это все сделать. Давайте пока избавимся от копейщиков. Тут работяги стоят. Хорошо. Подпалили. Ладно. Текс. Что у нас теперь здесь есть? Охо-хо-хо-хо-хо. Охо-хо-хо. Чтобы быстро избавиться от крысика 2. Затем нам нужен кабан 1. От него супер быстрое избавление. Ну а затем будет весело. То есть сейчас нам нужно просто избавиться от крысика 1. От крысика 1 избавиться в принципе реально. У нас тут просто дикое производство арбалетов. У нас тут дикие просто сами по себе эти арбалетчики. Ничего страшного не происходит вроде как. Так. Более-менее найм идет. Более-менее у нас все есть. Железо пока по нулям. Обидно. Можем продать чуть-чуть камня. Чуть-чуть оставить. Потому что нам еще в принципе чиниться нужно будет. Так что особо сильно не торопимся. Арбалетов нанимаем. Продолжаем естественно. Просто сидим, чилим, нанимаем арбалетов. Получается 250, даже 300 арбалетчиков я здесь свободно оформить могу. Так. Окей. Чиним стены. У нас есть такая возможность обязательно починить стены. Без этого вообще никак. Иначе трендец будет. То что если армия откроет себе более короткий проход, нам жопа. Я не хочу ставить тройной слой, потому что, ну, блин. Большие затраты по камню. Да в принципе можно было бы с бесконечными деньгами. Короче, как если вы будете тоже пытаться проходить. У нас бесконечные деньги. Все, сработало. Найс. Это бесконечные деньги, гайсы. Все, отлично. Бесконечные деньги готовы. Ну а теперь просто бахаем по полной программе. Мы теперь можем всю армию разнимать, закупать, там и тому подобное. Разнимаем тогда потихонечку эту армию. Так, теперь делаем здесь арбалетчиков. Мы все это будем сейчас преобразовывать в арбалетчиков. Без проблем. Бесконечные деньги это позволяют сделать. Да, конечно, добываются они не так быстро, как хотелось бы. Но, в принципе, нам на эту миссию хватит. По идее. Ну, давай так. Тысяч 10 я точно добуду. Ну, по времени. Которое until defeat. Которое время до поражения. Так, теперь исполнять надо. Надо, 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 надо сейчас что-то со второй армии придумать. Пока здесь все вообще вот идентично. Никаких проблем, никаких вопросов. Просто нужно теперь грамотно все сделать. Разнимаем здесь работяг для того, чтобы у меня было еще больше работяг. Разнимаем здесь работяг, чтобы было еще. Ну, короче, пеших воинов, которые нам не нужны. Это пехоты и пикнеры. Они нам нафиг не всрались. Кстати, возможно, нам еще и мечники не всрутся. Но я не уверен. Потому что, скорее всего, кабан будет атаковать жестко. И мы кабан один будем убивать армию втройне жестче. То есть мы прям именно дико ее будем убивать. Можно попробовать. Если этого копейщика сольют. Что-нибудь. Хорошо. Мы успеем хоть чуть-чуть себе сделать здесь рвов. То есть более-менее, в принципе, ничего так. Хорошо. У нас более-менее рвы здесь есть. Это неплохо. Неплохо. Я, конечно, надеялся, что побольше получится. Но побольше не получится. Значит, здесь я не хочу пытаться этих пикнеров что-то делать с ними. Я, наверное, давай чуть-чуть отойду нашими войсками. Блин, их очень-очень-очень много. Очень много. Короче, ладно. Давайте тогда все-таки подойдем мечниками. Мечники тут должны, в принципе, держать. Не, мечники нужны. Без шансов. Тут без мечников очень тяжко будет. Потому что, типа, мы армию крысика один не убиваем вообще никак. Возможно, и пикнеры нужны будут. Но вы же понимаете, что пикнеры как бы войска, которых там 34. А здесь... Ну, в общем, теперь мы закупаем еду. Короче, пикнеры просто... Они более многочисленные, чем мечники. И мечники просто быстрее уничтожат всю эту армию. Хоть их и меньше. Хоть они там и не более бронированные и тому подобное. Но лучше я здесь мечниками воспользуюсь, чем всем остальным. Ну и рыцарями, естественно. Рыцари просто быстрые. Мобильные, быстрые, все такое. Можно пробовать подпалить. Я не уверен, что кто-то сгорит. Но, скорее всего, огромное количество пехотинцев здесь сгорит. Скорее всего. Должно. Ну, так себе, конечно. Но, в принципе, они пока тут будут идти. Пока там то, пока там все. Да, львиная доля пехотинцев просто улетит. То есть, в принципе, мы пока более-менее держимся. Пока очень даже неплохо. У меня все хорошо пока получается. Пока все очень неплохо. Вопрос только в том, стоит ли подпаливать теперь здесь рвы. И, наверное, стоит. Потому что что-то тут очень много армий. Но я хочу дождаться пехотинцев, чтобы они еще ближе подошли. Теперь здесь. Чтобы не накинуться на мечника. Блин. Давайте чуть-чуть дойдем нашими мечниками. Потому что я не хочу их подпалить. Но выбора другого нет. Приходится отходить. Наверное, сколько-то мы оставим на то, чтобы они держали чисто. А сколько-то пусть отходят. Чуть-чуть хотя бы отойдем нашими мечниками, чтобы все было нормально. И этого оставим. А теперь лучниками подпаливаем. Больше вариантов у нас нет. В принципе, по идее, там все должны сгореть. И сейчас наши мечники должны очень-очень-очень много сделать чего. Все, великолепно. Здесь мы подпалили. Здесь сейчас все пехотинцы, которые есть, сдохнут. И не только пехотинцы. Да там еще рыцари, мечники и всякого-всякого говна навала. Это трындец. Я вообще не представляю, как от этого отбиваться, если бы сидеть реально в том маленьком замке. Так еще и мало того, условия поражения. Это же вообще просто забей. Текст. Что мы имеем? Имеем дофига железа. Можем продать. Потому что у нас уже 6 тысяч денег. Мы, в принципе, могли бы постепенно теперь разнимать пикинеров. Почему разнимаю постепенно, а не всех сразу? Потому что я очень боюсь просрать добычу крестьян. Каждый крестьянин, в принципе, добывается. Я при этом, ну, стараюсь там хотя бы по 14 разнимать, для того, чтобы лимит 24 у костра не оказался. Я не хочу лимита 24 у костра. Да, наши мечники подпалились. Но, в принципе, мы все войска просто сгорели. Все вообще абсолютно. То есть теперь нам расправиться с этими ребятками и ждать армию кабана один. Ну, блин, это тяжко, но ничего не поделать. Главное, что сейчас у меня работяги более-менее уже тащат железо. Они уже, в принципе, натаскали такое количество железа, что... Ладно, еще не натаскали такое количество железа. Но хотелось бы чуть-чуть побольше, конечно. Хотелось бы чуть-чуть побольше. То есть, да, кабана один вроде их как-то не убьют вообще никоим образом. Не смогут просто. Не потянут меня, ребятки. Не потянут. А здесь просто у нас сейчас арбалетчики в огромных количествах будут приходить. Мы постепенно будем укреплять свой замок. И постепенно будем проходить эту великолепную миссию. Десять пикинеров улетучиваются снова. Давайте приведем сюда всех арбалетчиков. Сюда всех арбалетчиков. Кэбан приходит. Здравствуйте, мистер Кэбан. Герцог Детрюф. Очень много железа реально добывается. Поэтому мы можем вообще свободно его продавать. Свободно себе делать дохренища арбалетчиков. И не напрягаться в этом плане. Ну и теперь у нас вот еще арбалетчики идут. Сейчас разнимутся войска и все будет в порядке. Мы пока можем поудалять здания, чтобы у нас на всякий случай дерево было. Просто я не хочу сейчас закупать дерево. Давайте мы поудаляем все здания, которые тут вообще на этой карте есть. Вроде как это все. Нужно ли нам еще что-то? Пока ничего. Хижины оставляем на всякий случай. Мало ли что там может быть. Семь пикинеров разнимаем, потому что все у нас разняты. Войска. Вообще все войска у нас разняты. У нас остались только мечники, рыцари и, соответственно, арбалета-лучники. Больше никто. Войско кабана нам нужно будет. Сейчас вы увидите, что с ним делать. Нам нужно просто отбиться от крысика до того, как пришел первая армия кабана. Почему? Да, как пришел кабан со своей первой армией. Я неправильно сказал. Пришло войско. Так вот, почему? Затем, чтобы у нас было поменьше проблем. Поменьше проблем в плане нам нужно поставить как можно ближе себе постепенно башни. То есть нам нужно сейчас отбиться от армии, чтобы вся эта армия тупо ушла. Ну и мы по-быстрому смогли доставить себе где-то башни барбаканы, еще нефтяные рвы и тому подобное. То есть нам нужно эту армию отбивать прям очень-очень быстро. Поэтому то, что я потратил нефтяные рвы на две дорожки, ну сразу в одну, это очень хреново. То есть вы понимаете, насколько я пролажал в этом моменте. Ну, вроде как, пока он не влияет. Надеюсь, мне чуть-чуть надо было бы продать, потому что проблемы могут возникнуть. Деньги у нас бесконечные? Вообще посрать. Я могу покупать, продавать, покупать, продавать. Все равно деньги бесконечные. То есть это вообще не проблема. Но нам нужно контролировать обязательно склады. В этом тоже есть своя особенность. Большая. Уже почти половина времени прошла, а мы еще только, ток-ток-ток отбиваемся от армии крысика. Это кошмар. Пич-дич ставим здесь, естественно. Пич-дич. Пич-дич. Так, хорошо, здесь разобрались. Теперь нужно здесь сделать дырку. Здесь мы в этой дырочке поставим себе вот уточки барбакан. Эту дырочку закроем камнем. Блин, камня нет, я же продал его, черт. Ладно, закупаем камень, значит, нам железа здесь не нужно. Мы его продаем. Закупаем камень. Камень мы, естественно, загораживаем здесь вот так вот целиком, полностью, абсолютно все. Прекрасно. Так, теперь нужно подумать, что нам нужно здесь сделать. Давайте просто стену сделаем для того, чтобы войска на барбакан забирались здесь. Делаем лесенку к этим стенам. Так, все, войска идут сюда, то есть нам нужно теперь половину армии перегнать туда, половину армии оставить здесь. В принципе, это нормально будет, но нам, наверное, здесь лучше сделать пока проходик. Пока кабан не пришел, в проходик мы можем зайти, это даже быстрее будет. Арбалетов пока оставляем здесь. Нет, не оставляем, давайте всех переведем. В принципе, если что, мы просто потом вернем еще чуть-чуть туда. Да, еще чуть-чуть туда, если что, вернем. Арбалетчиков уже очень много у костра, поэтому давайте спокойно их наймем и тоже переведем сюда. То есть у меня ни разу еще пока не было 24 крестьянина. Это самое основное, что здесь можно придумать. Удаляем барбакан, он нам нафиг не нужен. Мы лучше переведем чуть войска поближе, и потом нам нужно будет еще один барбакан оформить поближе еще. Так, здесь у нас подпал вроде не должен случиться. Теперь вторая линия подпала у нас будет здесь. Это уже даже третья получается линия подпала, вот так вот. И здесь будет четвертая. Ну, вроде как, тут можно четвертую настроить. Сейчас, как только войска пройдут, настроим себе четвертую линию подпала. Теперь можем удалять все железо. В принципе, нам уже и пешие войска как бы вроде как не нужны. Ну, ладно, окей. Без инженеров с маслом будем. Одного инженера с маслом только зашлем. На всякий случай. Просто мне кажется, под ту страту, которую я придумал, инженеры с маслом даже и не нужны. Это, как говорится, справедливо. Надеюсь, что не подпалится, потому что деревья уже сдохли. И уже можем постепенно начинать здесь отстраивать себе нефтяные рвы. Потому как нам нужно будет армию Кабана-2 палить жестко. Нефтяные рвы отстраиваю прям, как вот у меня были в редакторе. Если вы смотрели разбор карты дамба, вот прям вот так же само. Только, ну, когда войска приходят, типа, все происходит то же самое. Прям один в один. Пичнидет. Блин. Я думал, можно как-то, можно паузу поставить, чтобы хотя бы закупить. Потому что очень нужно много всего делать здесь. Здесь постоянно нужно быть во всеоружии во внимании и тому подобное. То есть тут нужно просто жестко выставлять нефть. И если у меня нефть закончится, еще придется закупить и выставлять. Я тут хочу все войско спалить, чтобы вот прям наверняка. Кстати, еще нужно понимать, что количество тайлов на экране тоже может быть достаточно большим. И поэтому некоторые рвы с нефтью могут не подпалиться. То есть вам нужно меньше огня делать. И вам нужно этот огонь использовать суперэффективно. По-другому, ну, никак вообще. Убираем железо. Давайте закупим чуть-чуть нефти. На паузе, потому что я уже очень очкую. Я не успел вообще ни хрена сделать. Нужно еще быстрее это все делать. Еще лучше все это сделать. Все лучше, 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 лучше. Здесь везде все нужно подпалить будет. Абсолютно все. Так. Здесь разобрались. Здесь у нас лучников. Сюда нужно разместить. Сюда лучников. Потому что у нас лучники и вообще не должны стоять нигде, кроме как на стенах. Только лучники на стенах. Больше нам ничего, в принципе, не надо. Вроде как эта армия просто уничтожает намного быстрее всю армию кабана. Но она начинает ее резать прямо у указателя. А не когда она уже идет, там это нам немножечко невыгодно. Шесть крестьян всего лишь оказывается. В принципе, можем еще сюда. Вообще, мне кажется, уже маленько производство у нас арбалетов превратилось в говно. Я считаю, что можно это производство арбалетов было бы, ну как вам сказать, доделать. Доделать можно было бы его. Так, давайте мы тогда, наверное, все-таки куда-то вот сюда вот. У нас лучники достреливают. Достреливают. Шикарно. Все, тогда сюда достреливают. Отлично. То есть мы можем здесь теперь сделать спокойненько себе небольшую дорожку. Войска как раз почти прошли. Здесь у нас будет дорожка. Все. Пришла армия кабана к нам в гости. По идее, должны мы ее расстрелять. Если нет, так нет. Ну смотрите, больше нам арбалетное производство в принципе вообще не всралось. У нас денег миллиард. Правильно? Ну я пока оставлю, потому что я все-таки хочу подделать себе еще армеечку потом. Так, давайте пока арбалетов сюда закинем. Нам нужно здесь стену зафигачить, потому что здесь как бы, ну, дыра была. Давайте хотя бы чуть-чуть здесь дырку эту самую зафигачим, чтобы проблем действительно было поменьше. Ну и теперь можно арбалетов всех сюда поставить на стену, для того, чтобы они хотя бы на стенах стояли, а не просто так, что-то там делали. Значит, здесь тогда хочется барбакан вернуть. Я все-таки ошибся с тем барбаканом. Давайте мы его оставим здесь. И поставим сюда всех арбалетчиков, которые только вообще реальны. Здесь сделаем сразу лестницу, чтобы было меньше проблем, но я не знаю, делать ее или нет. Я хочу вроде ее сделать, а вроде и не надо. У меня в это время лучники всех расстреливают, как полагается. Как полагается. Так, у меня тут еще лучники есть вот эти. Блин, просрух сейчас очень много и лучников, и арбалетчиков, но придется заходить. Придется в любом случае, что бы там ни было, заходить туда. Очень сильно пришла к нам конница, поуничтожает нас больно, но ничего не произойдет страшного. Я думаю, мы успеем на барбаканчик залезть всеми абсолютно, чтобы потерь было поменьше. Да, успели залезть абсолютно всеми. Тут вообще пофиг, плюс пофиг, пусть что хотят делают абсолютно, целиком, полностью. Смотрите, очень много копейщиков, очень много пехотинцев. Мы просто ждем копейщика пехотинцев, для того, чтобы меньше было проблем. С рыцарем мы справимся, рыцарем плюс мечниками. Плюс у нас тут еще идут арбалеты на барбакан. Все будет нормально. Нам нужно чисто... Сейчас арбалетов на барбакан поставить. Блин, арбалеты на барбакан. Пусть, короче, они доходят просто до барбакана, а там дальше уже будем решать. Этот лучник должен подпаливать прямо сейчас, потому что сейчас уже войска идут. Мы успеем более-менее всех и все тут уничтожить. Это я рассчитываю на то, что у меня не подпалится вторая дорога. А вторая дорога, знаете, как в стронхолде бывает, может и подпалиться. Открыли барбакан, заводим туда всех арбалетов. Не подпалилась вторая дорога, прекрасно. Но с первой все равно не очень хорошо пока получается. Но со второй дороги, я думаю, более-менее уже подпалим. Там еще вроде как и третья есть, но я не уверен, что третья вообще получится. Пришли уже рыцари. Нельзя дать нам бесконечные деньги, потому что это все-таки наши крестьяне как-никак. Уничтожили там одного арбалетчика. Нам вообще нельзя терять желательно войска, потому как иначе будет не очень все хорошо. Так, теперь лучники забинжены здесь, подпаливают и подпаливают еще дополнительно, дополнительно пока не надо. Пока не надо, пока рановато. Так, теперь здесь нужно сейчас разобраться. Шесть вот этих реботяг пусть идут сюда. Пятнадцать этих реботяг пусть тоже идут сюда. Для того, чтобы они просто задержали конницу. Ну а конница, соответственно, будет дохнуть под арбалетами. В это время все основное войско просто подыхает как не в себя. Вау, как оно подыхает классно. Просто горит абсолютно целиком, полностью. Здесь нужно добрать этих лучников, для того, чтобы они подпалили хотя бы и рыцарей, и вообще всех, кто прошел остатки. Рыцари уничтожены, будем считать. И остатки армии нам просто нужно теперь лучниками давить и доготовить атаку Кабан-2. Потому что Кабан-2 это будет трындец, а не атака. Надеюсь, вы слышать не будете в наушниках то, что у меня происходит, потому что происходить будет трындец. Теоретически говорю, эту миссию реально пройти только таким способом. А потом еще кое-каким, но это уже такое. Я избавлюсь от арбалетов, наконец-таки. Нам они нафиг не всрались. У нас 10 тысяч золота. Нам посрать. У нас 15, 16 и уже 17 тысяч золота. Нам насрать уже абсолютно целиком, полностью. У нас нет просто крестьян. Я не могу закупаться. Все, этих тоже разнимаем. У нас слишком много золота. Нам нужно больше работяг на лучниках. Я очень хочу победить. Поэтому больше-больше работяг делаем. По идее, мы тут уничтожаем абсолютно всех. Эти не идут никуда. Здесь эти быстренько дохнут. Теперь у нас остается только одно. Одно дно, как говорится. Одно дно, это то, что нам нужно раз, поставить барбакан поближе. Два, зафигачить всю нефтью. Все, что реально и нереально зафигачить нефтью для того, чтобы уничтожать войска побыстрее. Три, подвести хотя бы одного масленка для того, чтобы он отработал по работягам, которые придут от кабана. И закупить еду, естественно. Потому что мало ли, вдруг мне становится все популярность может понизиться. А нам такого добра не надо. Потому что у нас популярность и так не особо большая. Сто этого мало, поверьте. Мне мало крестьян, я очень хочу больше. Но мало, мало, ничего не поделать. Так, эти ребятки все уже могут уходить. Нам уже больше рыцарей не нужны. Давайте мы, наверное, рыцарей тоже попытаемся сейчас распустить. Этого инженера сюда поближе. Проход сделаем. Я думаю, мы сделаем проход короче для того, чтобы арбалетчики могли просто занять позиции более выгодные. И там же сделаем рвы с нефтью для того, чтобы просто все выпаливать. Абсолютно, потому что здесь мы тоже все сейчас выпалим. Как только мечники придут, я думаю, мы выпалим эти рвы с нефтью. Потому что с ними мы не расправимся очень быстро. Да, мы с ними очень быстро не расправимся вообще никак. Хорошо, уничтожаем. Рыцарь нам, в принципе, ничего не сделает. Вообще пофиг уже на него. Уже все, уже плевать. Уже у нас все очень хорошо. Просто нужно, чтобы нас не забрали ни одного больше стрельника. Вот и все. Рыцарей, в принципе, можем отдавать. Это тоже окей. Но желательно, конечно, и пешие войска тоже не отдавать. Но вроде как мы нормальненько тут. Мечников пока сюда выставим. Так, этого убьют. Да, этого убьют. Хорошо. Хорошо, этого убили. Ну и все. И время коммунал гарденов пришло. Теперь у нас можно плюс 5 почтительности зафигачить. Теперь у нас плюс 5 почтительности на всех абсолютно работягах. Ну и остается надеяться, что мы успеем сделать все вообще, что только можно. Вот здесь, да, проход я хочу сделать. Небольшой. Потому что иначе у нас куда там, я не знаю, могут еще работяги прийти. Нужно найти сейчас место для квадратной башни. Я хочу себе сделать не барбакан, а именно квадратную башню. Чтобы было еще жестче. Это нельзя здесь разместить, милая. Усё. Пич, дичь выставляем здесь. Соответственно, здесь я открываю себе новые проходы. Тут где-то башенку можно поставить потихонечку. Так что спокойненько выставляю себе башенку. К ней подвожу абсолютно целиком полностью все. Но если быть точным барбакан, барбакан выгоднее. Потому как лестница пока найдется. Нам нужно как можно быстрее на эту башню поставить армию. Теперь эта армия у нас пусть стоит. Этот арбалетчик идет сюда, соответственно. Эти арбалетчики все идут сюда, потому что у нас вариантов больше нет. Да нанимать остальных арбалетчиков в принципе не стоит, но... Но-но-но-но-но-но-но-но-но-но-но-но. Блин, я не знаю, пофиг, не пофиг. Ну короче, ладно, я в конце концов их все равно найму. Зная себя, я в конце концов все равно их найму, даже если они не будут особо сильно иметь значение. Здесь сделаем на всякий случай лестницу. Да, вот такую вот угловую контрольную лестницу. Будем контролировать всех. Ну, всё правильно. Всё правильно. Давайте наймём их. Потому что я побаиваюсь. Нам нужны любые средства для того, чтобы успеть. Теперь заходим всеми арбалетчиками на одну единственную башню. И у нас остаётся барбакан, который в принципе работает по всем. И одна единственная башня, которая тоже в принципе работает по всем. Что можно было бы поискать ещё более жёсткие прострелы, но ничего не поделать, пока не будем их искать. Инженера с маслом ведём сюда. Но если быть точным, мы подведём его сюда. Как я и говорил, с обрыва можно одного инженера с масла сливать масло. И вот теперь нужно сейчас разобраться конницей. Конница. Так. Хорошо. Здесь заделаем стенами на всякий случай, чтобы ещё было меньше проблем. Ооо, я вызвал! Я вызвал эту хренатень! Господи. Всё. Мы уже на полпути к прохождению. Всё, всё уже, всё, всё. Осталось просто доделать. Арбалетов да нанимаю. Внимание! Мы выдвигаем. Давай. Давай, давай. Сюда, рыцарей. Пофиг абсолютно. Будем здесь держать армию, которая будет приходить. Нам нужно побыстрее, как можно всё быстрее сделать. Мечников сюда для того, чтобы они защищали этот проход. Тебя тоже будет защищать этот проход. Соответственно, нам нужно ещё будет залиться рвами с нефтью. Насколько это вообще реально. Всех арбалетчиков выставляем на башню. И ждём армию кабана, потому что больше у нас ничего нет. Я впервые поднял скорость в этой миссии до 20 уже. Ребятушки, чуть-чуть осталось. Всё. Всё, конец миссии почти. Всё. Она почти пройдена. Я в шоке. Эта миссия непроходима уже почти пройдена. Осталось теперь только проверить вот этих лучников. Мы их переместим сюда и сделаем два бинда. Один на одних лучников, которые стоят на этой башне, или на другой на других лучников, которые стоят на этой башне. Но про бака не извиняюсь. Здесь у нас работяга пусть стоит. Так, теперь нужно разобраться здесь. Нигде нельзя ставить пич-дичь. Соответственно, будем ставить там, где есть эта небольшая возможность. Попробуем вот здесь его поставить. То есть войска, которые будут заходить к нам с горочки, они будут дохнуть от этого пич-дичь. Соответственно, нам нужно просто сейчас поставить главное хорошие рвы. Можно ли загораживать? Блин, нельзя железо загораживать. У нас рвы закончились. Хорошо. Зафигачиваем себе нефти побольше, потому что у нас денег миллиард. Мы можем все, что хотим. Можем купить победу в этой миссии. Это самое главное. Еще арбалеты. Вроде как они успевают прийти. Да пофиг даже, если не придут. Все равно они в конце концов свое сделают. Массивная армия кабана готова атаковать нас. Скоро будет против нас. Я не успел нифига сделать, поэтому скорость 10. И давайте все-таки доделывать все, что нам нужно. А нам нужно очень много рвов. Нереальное количество рвов нам нужно, господа. И мало того, что нам нужно рвов. Нужно было бы все-таки инженеров сделать маслят. Маслята решают очень сильно. Если маслята будут готовы, то будет классно. Сейчас буду потеть просто как ш-ш-ш-заправская. Как ш-ш-заправская. Я думаю, вы понимаете о чем я. Осуждаю самого себя. Так, вся эта армия уходит назад. Нам она нужна сзади. Она будет держать всю армию кабана на рвах. Чтобы ребятки просто творили чудеса. Просто на рвах держать всю армию. Абсолютно всю армию на рвах. Хорошо, мы последнего арбалета докупаем. Докупаем всех. Насколько это вообще реально. Пусть все идут арбалетчики. Насколько их вообще у нас появляется. Пусть все идут сюда. Мне нужна здесь вся армия. Даже если они здесь просто будут идти. Сентябрь 68-го. Теперь самое главное. Нам нельзя просрать тайминг. Я сохранюсь, пожалуй. Именно что ни на есть, сохранюсь. Нам нельзя просрать тайминг. Если мы просрем тайминг, и будет у нас декабрь. Уже будет проигрываться сценарий поражения. Следовательно, нам нельзя никоим образом выйти за ноябрь месяц. Если мы выходим за ноябрь, миссия проиграна, начинаем заново. Вот это вот сейчас самое основное. В чем заключается идея? Вы увидите прямо сейчас, как только придет армия кабана. Она придет в ноябре. Чем мы можем помочь? Я просто буду стоять инженером до упора и выливать масло на приходящую армию. Естественно, если бы тут было бы 3 или, как я говорил, можно поставить 7 инженеров. Но вообще не 7. Вообще тут лучше поставить 10 инженеров. Тут типа 4 на склон вот этот вот сливают масло. И там прям все горит. Вся вот эта вот нижняя подпорочка. Если поставить еще с противоположного, тоже неплохо так будет гореть. И 6 инженеров на этой позиции чуть-чуть правее. Но это будет реализация потом. Я хочу все-таки попробовать другую реализацию сейчас. Потому что сейчас я делаю реализацию супер, насколько возможно, баговую. Но это прохождение этой миссии как-никак. И оно в принципе реально. Я просто хочу сейчас показать, что прохождение этой миссии действительно реальное. И возможно за менее чем месяц убить всю армию. Но, увы, с багами. Без багов, конечно, это будет тяжеловато. Но постараюсь потом сделать это без этого самого бага. Ну а теперь я потею. Если что-то буду говорить, окей. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, когда ты уже придешь? Пошла жара. Отличненько. Подпаливаем здесь. Сейчас, сейчас. Да, да, да. Вышло войско. Только не то войско, блин. Вышло. Мечники. Где мечники? Где мечники? Хорошо. Делаем паузу и теперь погнали. Потеем. Просто хреначим по полной программе. Это один из тех багов, который может очень сильно помочь в прохождении. Это один из тех багов, который позволяет всем стрелам, всем войскам двигаться, не изменяя месяц. Я надеюсь, что это так, потому что я не проверял. Я вспомнил баг в Крусейда, который позволяет так делать. И я не знаю, реально ли это. Или нереально. Но на данный момент времени, вроде как, у меня там не разгораются рвы с нефтью. Ни хрена. Мне, наверное, придется снять с паузы, да? Да? Да, давайте снимем с паузы, чтобы они разгорелись. Все, тайлы разгорелись. Теперь можно пробовать продолжать так же само делать. Нам нельзя просрать месяц этот самый. Потому что у меня ноябрь, видимо, длительностью не очень хорошая, потому что что-то там время до поражения совсем осталось. Хрень. Быть может, конечно, я просто ничего не понимаю в этой игре, и все. Но если про длительность месяца, то же ролик справа высветится сверху, если вам интересно. Ну а про баг вот этот вот, ищите где-нибудь в багах Крусейда. Я не помню, какой выпуск. Сейчас искать особо сильно не получится. Долго это будет. Очень долго. Там целых пять роликов про баги. Но есть где-то такая фигня. Я прям пытался пройти в Крусейда, путь крестоносца. Там время считается, если что, от вот этого всего. То есть время от этого бага считается, но при этом месяц не считается. Вот в чем прикол, вроде как. Или я просто что-то не понял. Давай, 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 давай. Ну, ну, ну Пошли, пошли, пошли Они двигаются, они двигаются Все, они двигаются, они нападают Отлично Ну тогда, ребятушки, вы будете сейчас говно жрать Тайлы не все подпалились Мать моя женщина Посмотрите, Тайлы не все подпалились Дрянь Это войско, хорошо, что к нам идет Но Тайлы, блин, не все подпалили Да почему, блин, вечно так? Короче, нужно оптимизировать рвы с нефтью очень сильно То есть нужно прям четко понимать, куда их класть И четко понимать, куда нам войско наше заводить Для того, чтобы все было прям нормально Потому что так просто не проходится Видимо, эта миссия легко Но нам нужно префайрить очень жестко на армии кабана Когда она выходит, нам нужно сразу ставить паузу И префайрить абсолютно всех этих инженеров То есть чтобы они прям все разливали Нет Свою из чана Хорошо, войско пока идет Будет оно проходить сквозь наших ребят? Будет ли оно уничтожать войско на башне или нет? Я нифига не вижу, мне плевать Я просто кликаю Я просто кликаю Так я чуть потише сделаю, чтобы вам слышно не было Осторожненько, просто чуть потише сделал Все Теперь вам точно этого не слышно А вот как тут, блин, с этой хренью, я не знаю Сразу говорю Тем, кто страдает эпилепсией Лучше отойти Потому что у меня глаза после этого болят Трындец У меня сейчас даже глаза болят Вроде как войска Я чуть-чуть приостановлю, чтобы посмотреть Вроде как войска здесь идут И рвы очень дерьмово расположены Но хотелось бы их, наверное, подпалить Давайте мы их, наверное, вот так вот подпалим Пофиг, как там войска это Главное просто подпалить рвы с нефтью Нужно было бы, наверное, даже волчьи ямы поставить Скорее всего, я тут поошибался чуть-чуть Можно было бы рыцарей быстрее с волчьих ям убить Соответственно Ну тут, то есть, очень много всякого говна Честно говорю То есть, вы просто этот момент В принципе, можете Я не знаю, как вы это можете смотреть Но тут трындец Тут просто дикая эпилепсия У меня у самого, говорю, глаза болят При том, что я этой болезнью не болею Это ужасно Подпалились рвы с нефтью Все прекрасно Теперь у нас тайлы появились Можем, в принципе, паузить, продолжать Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Но я все-таки хочу пройти эту миссию У меня есть рвение Я пройду ее Я не знаю, сейчас пройдена она в мире или нет Но если я первым в мире ее прошел Это круто Это будет офигенно И у меня вот сейчас, например Только одна цель Пройти ее первым в мире Мне пофиг, как это будет Но я ее пройду Главное, что я ее ни разу не менял Не менял Никоим образом Это все та же миссия Которая у вас доступна Целиком и полностью В Steam И не только в Steam В стандартной версии Stronghold HD, естественно Она всегда присутствует Ворчест тоже, кстати, она есть Потому что я ставил и ворчест тоже В общем, я попробовал все версии Stronghold Но я об этом давайте расскажу немножечко позже Потому что здесь Сейчас происходит какая-то дикость Все войска идут Это великолепно Но, блин, у меня просто болят глаза Уже от этой фигни Очень сильно болят глаза Я очень хреново положил рвы с нефтью Очень хреново Очень-очень хреново Можно было бы в разы быстрее И обойтись без вот этого вот Издевательства над глазами Или же просто насилие Над Василием Да, вроде как все в порядке Пофиг на лестничников Но нам придется здесь до конца войско убивать Прям до упора Главное, чтобы Ну, время Смотрите, время до поражения Я вот не понимаю Остановилась она или все-таки идет Потому что если идет, это трындец Если не идет, это хорошо Ну, давай, 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 давай Нам нужно всю эту армию прибить Мы не имеем права Эту паузу снять Пока армия Ну, чтобы наступил декабрь Пока армия не сдохла Ни в коем случае Мы не имеем права снимать До последнего исчезнувшего юнита Я буду так кликать Блин Давайте сейчас выделим быстренько армию Пусть она идет сюда Держит их Потому что нам здесь Проход к замку не нужен Иначе мы нифига не сможем Потом от этой армии избавляться Так, теперь нам нужно Да-да-да, вот так вот Я лучше выделю Покажу вам хотя бы Сколько у наших юнитов хп Но я не уверен Что вы это все увидите Этот трындец сейчас Я очень жалею ваши глаза И очень жалею сейчас свои глаза Это просто трындец Но Что поделать Миссия мафио Спасибо огромное Так, давайте мы сейчас Блин, не туда армию послал Надо лучников выделить Давайте мы сейчас подпалим Пофиг, абсолютно сгорят Там кто или не сгорят Нам нужно, чтобы этот пехотинец Никуда не сбежал И не добежал И не убежал Поэтому мы сейчас Просто от него избавимся Хорошо Подпаливаем Подпаливаем Естественно подпаливаем Огонь распространился Все, тайла огня есть Теперь уже пофиг Плюс пофиг Делайте что хотите со мной Мне насрать У меня все великолепно Уничтожьте меня Давай, тварь Уничтожь меня Ну, ты можешь? Нет, ты не можешь Ты бездарь бесполезный Давай, 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 давай Я уже заколебался Кликать, блин На эту хренатень Давай, 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 давай Ладно, чутка передохну Так, давайте Тогда мы сейчас этих лучников Раз они сюда стали убегать Здесь их расположим Чтобы они быстрее уничтожили нам Лестничников и инженеров Ну что, продолжаем Если что, лучников я вывел Это не ошибка Это именно продуманный шаг Все в порядке Они должны уничтожать Лестничников и инженеров Я проверял это только один раз На тестовой карте У меня получилось это сделать А здесь у меня просто в мозги пришло Что быстрее будет уничтожить Этих лестничников и инженеров Потому что до них Конкретно эти башни Не достреливают То есть башню нужно располагать еще ближе А самая проблема в том, что здесь везде деревья А как мне сделать с этими деревьями Я черт его знает Вот серьезно Такое ощущение, что нужно или барбакан размещать Или защитную башенку 4х4 Которая более-менее чего-то даст Или, возможно, всех лучников на одну стену Но тогда они будут на лестнице толпиться А мне это тоже не надо То есть мне в идеале разместить защитную башню Возможно, придется размещать деревянную башню Которую тоже, в принципе, более-менее Но не факт, что мы успеем это все дело сделать Так еще нам нужно ее разместить так, чтобы она была Мало того, что рядом с указателем Так еще дополнительно Должна быть эта башня Ну, в таком расположении Чтобы наши войска Ну, которые бегут к замку Палились очень жестко То есть ее нельзя ставить прямо именно между Ну и все С мечниками мы вроде как справились Правильно Остались только лестничники Лестничники Да, они убегают Да-да-да, они убегают Они убегают, мы отбились Нам осталось просто забрать Все-все-все, что здесь есть Это вот этот вот кретин Быстрый Который стены ломает Подкопами И лестничника убили Все, осталось только кретина этого убить Ну, 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 ну Давай, 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 давай Все войска Хуру Вы понимаете, что сейчас Как бы происходит история Я прошел эту гребаную миссию Все, конец Осталось просто сделать Один маленький-маленький шажочек Маленький-маленький Да Вот этого воина ждем Пока исчезнет До упора До упора Я не снимаю с паузы До упора Я боюсь, что сейчас будет декабрь И все, и тут трындец Все Готово Война больше нет Сохраняем Мало ли не получится Ну, а теперь Господин мафио Ты сказал, что Цело нужно делать вот так Что любое Любое вмешательство Будет честным Ну что Любое вмешательство В игру Является честным Победа Только не со мной Кабан Никогда не проигрывал Послание от кабана Это слишком просто В следующий раз Сражайся поучу Послание от вашего писаря Его величество благодарит вас за работу По возвращению он даст вам Новое чудо Мы победили Я прошел Стронгхолд Да Прочвей Я первый в мире Походу прошел Эту миссию Дамба Пройдена Дорогие друзья Это минус Дамба Все Стронгхолд Первый Официально Пройден Полностью И больше Здесь не осталось Ни одной миссии Я прошел его на 100% С миссией Мафио Мне плевать Как она пройдена Она пройдена Она пройдена Все Сразу вам говорю Нет в других Стронгхолдах Ни в одной гребаной версии Возможности сохраняться В 1.2 В 1.1 В 1.0 В 1.3 В 1.41 В стронгхолд Ворчест Эта версия По-моему 1.1 Или 1.2 Если я не ошибаюсь А теперь я вам покажу Что будет Если я так делать Не буду Нет возможности Перескочить Этот сценарий Прямым методом Если вы найдете То можно будет Без вмешательства Артмани Естественно Ну или же Без вмешательства Читэнджи Как хотите Дефит Тут убейте меня Но нереально Сделать никак Даже со смертью Лорда Я пробовал это На тестовой Карте Увы Это невозможно Сделать Никоим образом Но миссия пройдена Вы проиграли Ну и на этом все С вами был Роджин Надеюсь что вам понравилось Стронгхолд первый Пройден на 100% И теперь будут Пользовательские миссии Или же миссии Стронгхолд Как его там Хиванс Если я не ошибаюсь До скорых встреч Стронгхолд Стронгхолд